Муниципальная земля Площадь занимаемой территории данного клуба нам неизвестна, но и без этого видно, что на муниципальной территории администрация данного заведения возвела удобную для своих клиентов парковку. Кстати, по авто заезжающим сюда можно заметить, что услуги спортклуба доступны лишь достаточно обеспеченным людям. Это просто не бывает иногда в стране, в принципе, поэтому я сейчас позвоню, когда звоню из-за них, но, допустим, нашего голоса в стране сейчас нет, они еще не прилетели, поэтому не могу сказать, когда они будут. Ответственный варда, говорю? Ну, я ответственная по отделу продаж. У нас есть фитнес-менеджер. Но такие моменты, допустим, мы не решаем. Мы даже не знаем, что у нас парковка здесь, потому что это решается только на уровне руководства. Владельца данного заведения нам застать не удалось. Как сказали в приемной, он сейчас за пределами страны. После, чтобы выяснить, кому же все-таки принадлежит продолжение улицы Тохтугола после Гоголя и насколько законна данная постройка, мы обратились к Бишкеглавархитектуру. Выяснилось, что на данный земельный участок у Карвана оформлено удостоверение на право временного пользования до реализации генерального плана. Гостевая автостоянка, которая и прикрывает всю улицу при реализации планов мэрии и реконструкции дороги за счет китайского гранта, будет снесена и продолжится до улицы Торокулайтматова, бывшей Алматинской. В ведомстве также отметили, что аренда заключалась на пять лет и сроки подошли. Предупреждение о сносе уже получила администрация. По вопросу размещения автостоянки около Карвана клуба могу сказать следующее, что на данный земельный участок у них оформлено удостоверение. В будущем при реализации генерального плана снесется и попадает в зону строительства дороги. По срокам строительства не можем сказать. Это входит, ну как точно скажет уже Уксмири города Бишкег. Они определяют сроки строительства, начало и конец. Вот только когда эти планы реализуются, а горожане почувствуют изменения, пока неизвестно. Но ясно одно – продолжение Торокуола ждут большинство горожан, в частности автолюбители, которым не пришлось бы объезжать эту территорию либо с проспекта Чуй, либо с Московской.